Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, это видео для библейского портала экзегет.ру и мы поговорим сейчас о 19 главе книги «Бытие». И поговорим, откровенно сказать, с некоторой неохотой, потому что, с одной стороны, в этой части текста помещена важная, очень поучительная история Лота и его семейства, а с другой стороны, ну, прям, какие-то неприятные подробности здесь приводит автор, прямо скажем. Итак, вот мы помним, что в предыдущей главе Бог говорит Аврааму, «Подожди, я слышу, что вот там в Содоме вопят, но я не буду ограничиваться слышанием воплей, пойду и посмотрю, что там происходит». И обещает Аврааму, если там хоть один порядочный человек найдется, то, ну, хоть сколько-нибудь, то он пощадит город. И вот он приходит, и Лот, племянник Авраама, сидит у ворот Содома. К нему доходят только два из тех трех людей, которые мужей видели, под видом которых Бог явился Аврааму. Один, насколько можно понять, остался разговаривать с Авраамом. И Лот встал, чтобы встретить, поклонился лицом до земли и позвал их переночевать в свой дом. Дальше автор говорит о том, что они хотели переночевать на улице. Лот очень сильно их отговаривал от этого небезопасного решения, сильно упрашивал, они пришли в дом. И он сделал им угощение, испек пресные хлебы, а они ели. То есть, Лот тоже, в общем, поступает, в коротких словах, примерно так же, как поступает Авраам. То есть, он принимает в свой дом путников, стараясь обеспечить им безопасность, защиту, и вот кормит их, предлагает им трапезу. Но тут набежали эти самые Содомлини, от молодого до старого весь народ, и говорят, вот тут тебе какие-то пришли чужие люди, давай их сюда, сейчас мы, в общем, сделаем с ними неприличное. Ну, прям не хочется произносить. В библейском тексте, видите, в синодальном периоде, мы познаем их. Ну, это эвфемизм, как вы понимаете. Ну, вот, да, оказывается, что в этом социуме, в Содомском, ну, вроде как, это нормально, ничего такого, да. Ориентация нетрадиционная. Чем мы ее сейчас называем нетрадиционной, если это история четыре с лишним тысячи лет, не знаю. Но, тем не менее, вот, вот такой факт. Автор сам с некоторой неприязнью, с такой интонацией, годливости об этом говорит, потому что ему это тоже сильно не нравится. Хотя он прекрасно знает, что это бывает. Бывает. И потом там в законах Моисея, в Торе, ну, будет говориться о том, что не делай таких вещей. Ну, автор знает, что, ну, да, бывает, ну, прям, не хочется ему говорить об этом. И явно вообще, может быть, не это на первом плане в рассказе нам, а то, что они, эти самые Содомлення, готовы совершить насилие, насилие. И это недопустимо. Это также противоестественно и недопустимо, как те вещи, которые они хотят, так сказать, сделать с этими путниками. Насилие. И плюс, опять-таки, нарушение правил гостеприимства, неуважение. Авраам проявил уважение, Лот проявил уважение. И это, если хотите, некое изображение благоговения перед Богом. А вот эти люди, им ничего это не надо. У них нет этого уважения, и нет таким образом благоговения ни перед жизнью, ни перед владыкой жизни Богом. И вот они, значит, там начинают буянить, Лот пытается их уговорить. Тоже, надо сказать, не вот прямо идеальное решение для современного читателя. Он предлагает, говоря, что вот у нас, у меня две дочери, которые не познали мужа, только этих людей не трогайте. Содомленным эти его дочери совершенно ненужные абсолютно. Говорят, нет, давай там нам, этих. И он пытается, Лот пытается защитить своих гостей, и они, приоткрыв двери дома, втягивают его обратно, закрывают дверь, и как-то вот там совершают нечто необыкновенное. Поразили этих людей у входа слепотой. И они все пытались вломиться, но вламывались исключительно в стену. А входа найти не могли. Ну, вот так. Каким-то образом. Автор не очень заботится о вот таких вот технических или бытовых подробностях рассказа. Он все-таки нечто более глобальное предлагает читателю, глобальный нарратив. И вот эти самые два мужа из тех трех, под видом которых явился Авраам и Бог, вот говорят Лоту, давай забирай всех, кто у тебя тут есть, и теперь мы видим, и мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его к Господу. Вопль на жителей его к Господу. Вот это очень важная формулировка, потому что она как бы связывает между собой предыдущий вопрос о том, что велик вопль, Содомский, и следующую после формулировку я услышал вопль народа моего. Вопль на жителей его. То есть вопль жертвы на насилие, которое чинят люди. И это, между прочим, тоже догматическая установка, вероучительная парадигма авторов и особенно составителей. вопль вопль жертвы, жалующиеся Богу на насилие и на, соответственно, насильника, агрессора. Он доходит до слуха Бога. Больше того, он доходит, а все то, что говорят там в Содомлине, в Вавилоне, никто угодно не дойдет. А вы понимаете, вот что они говорят читателю, когда мы плачем, гонимые, убиваемые, когда люди плачут к Богу, Бог их слышит. А когда обьянные гордыней и глупостью, агрессоры, которые приходят как на чужую землю, как в Вавилоне не на землю народа Бортьева, они там хоть оборись, не будет Бог их слышать. Вот это для читателей той эпохи, когда книга составляется, просто вот сущностный их опыт. Они видят этих всех вавилонин с их камланиями на зекуратах, жрецов, которые там воют разные благочестивые песни, прочее, прочее, и слезы народа Божьего, который, кстати, отказывается петь вавилонинам от песни сионских. Вот, Бог слышит жертву страдающего. И в общем, судя по этому рассказу, даже намерения нету слушать, что там будут верещать содомления, как будут рассказывать содомления, что мы там хотели хорошего и так далее и тому подобное. Это вообще никого не интересует. Бог слышит, воближает. Теперь ангелы, вот смотрите, здесь эти мужи, названы вестниками Бога. автор нашего русского синодального перевода не стал переводить греческое слово, которое означает вестник. Ну и поэтому вот так выглядит этот рассказ. На самом деле, видите, здесь становится понятно, что эти трое мужей, вероятно, могут быть названы вестниками Бога. Не обязательно понимать здесь под словом ангел вот то, что мы обычно изображаем на иконах. это вот кто-то, кто является вестником Бога. Там природа и внешний вид не обсуждаются. Они торопят Лота. Торопят, потому что небезопасно оставаться в Содоме. И вот он, они его выталкивают буквально из города и говорят, ну иди, вон там на горе есть пещера, там будет безопасно. Лота говорит, да я туда не дойду, вот тут деревушку крохотную спрячусь. Ладно, иди, прячься в деревушке. Что он и делает? И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба. Ну вот так. Есть вещи, которые не могут не вызвать гнев Божий. Не отмстит ли душа моя такому народу, как этот, скажет однажды Бог Иеремии. Если бы я сделал вид, что ничего не замечают, ты подумал бы, что я такой же, как ты, опять-таки, скажет Бог об Израиле тому же пророку Иеремии. Не могут такие вещи, как то, что происходит в Содоме, насилие, непристойное насилие и противоестественное насилие, не может это остаться без последствий. Современный читатель страшно недоволен этим местом. Обычно. Ну, во-первых, потому что все говорят, что ах, ну а как, а может быть, там было не десять, а восемь праведников, там было семейство Лота, и вот вестники Господни просто вывели его, и никого праведных не осталось. Современный читатель удручен неотвратимостью приговора и определенностью. Бог не постмодернист ни разу, и у него нет пятидесяти оттенков серого. Вот что говорит здесь автор. Есть белое и есть черное. Ну, понятно, что в жизни, там, в личном характере тралевали, здесь может быть очень много, но рассказывается о том, что есть вещи в человеческой жизни, которых быть не должно. Вот Содом и Гаморра. Вот такой вот, такая склонность к насилию, отсутствие вообще, наверное, эмпатии, не знаю, агрессия, злоба, просто злоба и разнузданность. Вот есть вещи, которые Бог не оставляет без наказания, и это наказание жестокое, потому что это действительно полное уничтожение, то, чего не должно существовать. Еще раз говорю, современные читатели особенно, не буду говорить, чтобы никого не обидеть, да, им кажется, что уж очень все определенно, что здесь не выслушивают защиту, что у Содомлен нет возможности сказать, что вот они там себя так идентифицируют, никого не интересует, как ты себя идентифицируешь. Есть вещи, которых нельзя делать. Делать нельзя. А если они делаются, это влечет за собой гибель. И все. Вот это вот определенность, определенность того, чего не должно быть на белом свете. Вот что собственно важно тоже для автора и для составителя предъявить своему читателю то, что есть вещи, которых Бог терпеть не будет. Не будет. Израильтяне, поколение составителя тоже говорили все время Богу, ну что ж ты не потерпел, а что ну что ладно там кто-то из нас делал что-то плохое. Ну неужели нельзя было как-нибудь не так вот, не при помощи новуха доносора нас стирать с лица земли. Есть вещи, которые невозможны. Невозможны в Божьем мире. И все тут. И вот как будто бы точка ставится в 29 стихе, где говорится, что Бог вспомнил об Аврааме, о его родни и потомках, и вот он выслал лота из среды и истребления, когда не спровергал города. И дальше в заключении автор располагает странную такую историю, без которой, вообще говоря, по сюжету то можно было бы обойтись. Но она очень важна для составителя. И он ее сюда помещает. Это история про грех дочерей лота. Лот вышел из Егора, пошел в гору, в пещеру. Жена там его, когда они выходили из Содома, обернулась, превратилась в цельной столб. Обычно тоже из этого делают какой-то страшный духовный символ. Если хочется, можно делать символ. Автору на самом деле нужно, чтобы объяснить, как в пещере оказались лот с дочерьми и больше никого. Ну и там дочери лота видимо не в себе. решили, что никого больше не осталось на белом свете, надо им забеременеть, а больше нет кого, значит, от отца, напоили его. В общем, ресурс. Тоже совершенно непристойная, глубоко греховная история. Но автор пишет, что в результате этого ужасного, на самом деле, ужасного греха дочерей лота рождается двое Моав и Бенами, которые отец Моавитян и Аманитян. Это те люди, которые после уничтожения Иерусалима, после того, как жители Иерусалима и страны иудейской угнаны, и страна превращена в ничто, вот продолжают грабить, угнетать и мучить оставшихся израильтян. И так было до завоевания, и так будет после возвращения. Вот это еще один способ унизить ненавистных врагов, точно так же, как эти же племена, заметьте, будут, были, перечислены в потомках Хама, так еще и они оказываются вот потомками греха дочерей Лотовых. Так что это в каком-то смысле довольно сиюминутное заявление, может быть даже можно сказать политическое, потому что к сюжету об Аврааме это, конечно, прямого отношения не имеет. До новых встреч! Субтитры